привет друзья меня зовут денис борисов и сегодня буду отвечать на ваши вопросы по поводу анаболиков йоксель поводу анаболических стероидов по поводу других гормональных веществ которые используются в спорте прежде всего в бодибилдинге и по поводу которых очень много противоречивых мнений и вопросов у вас на данный момент есть возможность полайкать это мне очень нравится и это очень сильно ценю а также поделиться трансляцией если конечно у вас есть для этого настроения привет да 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 я вижу очень много наболевших вопросов конечно же о метане по первом курсе спасибо ребят что делитесь страйки спасибо спасибо что делитесь трансляциями мне очень приятно когда зрители много до зрителей мало дэнчик скучает вот так ну давайте для тех кто первый раз присоединился или смотрит на ютюбе это мой новый перископ дэн дэн борисов через нижнее подчеркивание я стараюсь на данный момент выходить в эфир примерно три раза в неделю обычно это понедельник среда пятница четких временных рамках рамок нет сейчас обычно это вечером чаще всего как сегодня в 10 часов вечер сегодня у нас тема по поводу наболических стероидов я сделал анонс 40 минут назад у себя в инстаграме для того чтобы собрать некоторые самые интересные вопросы давайте начнем с них тем более я смотрю что они очень близко перекликаются с тем что вы мне тут пишите значит ну вот классический вопрос от гурова ивана денис первый курс расскажи что как сколько спасибо я считаю что на первый курс человеку в общем-то достаточно одной пачки металла вот вот такая вот у меня крайне банальная позиция люди любят искать какие-то адские методики какие-то адские схемы знаете называется комплекс золотой таблетки или золотого ключика то есть кажется что вот есть что-то вот такое особенно я найду какой-то вот такой вот особенный препарат вот который вот мне вот на первый курс вот как это подойдет просто идеально это вечное желание знаете обмануть вселенную то есть поменьше потратить побольше получить на самом деле метан это на западе он известен как дианабол это основной анаболический стероид всех времен и народов на этом стероиде начинало большинство топ-профессионалов тот же 1 шварценеггер ел этот нерабол тот же самый наш метандростенолон горстями и в общем-то на нем и построил всю свою основную массу поэтому я предлагаю ребятам не заморачиваться на первый курс огромным количеством различных препаратов я не рекомендую начинать сразу же с инъекционных препаратов я считаю что самый простой безболезненный рабочий вариант это вот метандростенолон дианабол вот именно его я чаще всего и советую что касается дозировок то на первый курс достаточно поднять количество где-то до 15-20 миллиграмм в день пропить это все ну то есть в зависимости того какие у вас того будут есть того по 5 миллиграмм есть того по 10 миллиграмм ну соответственно если у вас там по 5 миллиграмм то это максимум до 3 таблеток в день из такого курса различный набор бывает но первый раз очень многие набирают там 10 килограмм бывают даже 15 большая часть этого веса это конечно задержка там креатин фосфата частично ароматизация то есть идет некоторое увеличение веса не за счет мышц а за счет других вещей эти вещи естественно после курса сливаются но люди где-то часто могут сохранить это порядка пяти килограммов плюсе да я тоже рад что вы все подключаетесь к этому чату ребята и полтаве тоже привет про чай расскажем как нужно правильно курсить чтобы не сливать дофига гена отметана вижу хорошие вопросы у нас пошли давайте по праву быть или не быть в чем вопрос владимир ахаха это красцов у нас спрашивает быть или не быть в чем вопрос я думаю что это в общем то уже не от нас зависит то есть если человек участвует в соревнованиях профессионально то он пойдет на все для того чтобы победить вот так устроены наши мозги когда мы вот участвовать в этом ранговом соревнования а любые соревнования спортивные это способ доказать что ты лучше чем остальные и это хочется сделать это хочется доказать и вот когда человек по-настоящему в эту игру вовлечен он будет делать все он будет делать абсолютно все для того чтобы победить сейчас правила современного спорта таковы что обязательно нужно использовать фармакологии анаболические стероиды поэтому мы конечно можем сейчас там надувать щеки говорит что это некрасиво это неправильно них там писка не стоит печень отваливается и все такое прочее мышцы надутые да но по факту уже много десятков лет в скоростно-силовых видах спорта олимпийских нет ни одного чистого рекорда они все на анаболических стероидах и на других препаратах поэтому быть или не быть это уже тогда вопрос а собираемся ли мы в этом виде спорта вообще участвовать соревноваться если мы не собираемся соревноваться участвовать то наверное не быть тогда достаточно заниматься просто для себя но тогда это уже не спорт этого фп это физкультура если спорт физкультура лечит а спорт калечит потому что физкультура она направлена на то чтобы давать нагрузку организму ту которая он приспособлен и который он готов чтобы не было дистрофических явлений в тканях мышцах и так далее а спорт у него совершенно другая задача спорт это всегда преодоление пределов определенных физиологических а там где мы начинаем пределы да то есть если очень долго накручивает это может и резьба сорваться то есть это такая опасная сфера очень спорт потому что спорт это всегда на грани ваших возможностей ну если мы собираемся заниматься спортом серьезно то такие правила игры к сожалению независимости от того что мы на этот счет читаем можно ли набрать натуражку после химии это зависит от того насколько далеко ты находишься от своих генетических потолков допустим ну пусть твоя генетика твое телосложение позволяет себе натурально набрать примеру не особо жирным там 90 95 килограмм к примеру ты начал химичиться когда у тебя был вес там 80 допустим после того как ты набрал 90 у тебя откатило до 85 ты вернулся натуральный тренинг вот в такой ситуации набор дальше возможен без стероидов возможен потому что ты не достиг еще по своих потолков если же допустим ты начал с килограммов 90 набирать надулся там до 100 опять слил у тебя 95 остался вес но это равняется твоему потолку генетическому натуральному то после этого сколько бы ты натурально не тренировался на самом деле вот так я считаю что приростов особых не будет ну я во всяком случае не знаю таких примеров где люди за 100 килограмм могли бы натурально набирать после химии наоборот все откатывают можно ли покупать стероиды легального в украине смотря какие тебе нужно открыть список сильнодействующих препаратов которые запрещены которые попадают под статью и посмотреть что туда включено что-то не включено этот список периодически он расширяется в свое время в этот список был включен были включены на дролуна вот что касается по украине был включен были включены на дролуна и по моему был включен туда метан и все то есть допустим если ты использовал тестостерон то ты никакие списки не попадал и соответственно ты мог его даже легально вполне в аптеке покупать это совсем недавно было в украине вот именно поэтому там пропионат все пацаны я помню в аптеке покупали без проблем потому что он не списках свободная продажа что сейчас такие препараты списках какие не списках я не знаю не хочу сейчас вам дурить голову это вам нужно просто открыть соответствующее постановление посмотреть перечень сильно действующих запрещенных веществ джуга передает привет ну ему тоже имеет ли смысл применять стероидовым а конечно имеет стероиды имеет смысл принимать в любой скоростно-силовой действенности там где нужны предельные показатели по скорости по силе по взрыву там везде стероиды будут очень сильно помогать очень эффективно работать гормон роста пробовал личный курс не пробовал но я не уверен что это безопасно все-таки не уверен слишком много функций придется контролировать при вечном курсе это достаточно непросто возможно такие эксперименты в той ситуации когда вы там уже не планируете размножаться это я бы не стал это делать я видел примеры ребят которые сидели на курсе полтора года потом слазили слазили во многом потому что химия вообще перестала работать да то есть не было ощущения наполненности не было ощущения приростов поэтому они решили сделать перерывы мы когда они слазили с курса было очень тяжело были очень сумасшедшие откаты я даже уже не говорю про либидо которое тоже было не очень психологически было очень тяжело им то есть была такая депресс ухода то есть человек привык к определенной наполненности пампингу к определенному внешнему виду а потом он на полгода оказывается в такой жопе что пипец что вообще просто тренироваться тяжело наполненности никакой тогда не меня заебали те кто пишет что ты транс почему люди такие дебилы транс ну я такого не слышал но есть много мнений негативных кто-то пишет что я барыга кто-то пишет что я проект кремля осуществующих еще только не пишет в контакт захожу столько идиотов и причем один идет чем напишет него там начинает меня защищать начинается такая полемика там дикая просто смотрит что знаете такой в мире животных я таких просто если вижу я стараюсь их банить да и все что просто они не портили настроение моя аудитория гзт после 40 лет думаю да наш тут такой момент надо надо сдавать анализы смотреть то есть если ты сдаешь на половые гормоны видишь что у тебя теста лечить нечего то как бы то есть это естественно низкий фон то в такой ситуации я бы лично использовал но это мое мнение может быть я ошибаюсь я бы лично использовал потому что я знаю ребят мужчин которые вот мне писали письма дескать блин вообще совершенно другое качество жизни то есть захотелось жить людям вот он жил там до 40 у него был очень низкий уровень тестостерона соответственно человек чувствовал себя не счастливым потому что девочками не может погулять вообще-то тест это же не только половая сфера тест это вот эта динамика это желание жить это желание чего-то достигать к чему-то стремится если низкий уровень теста мужчины он вроде бы уже не то чтобы даже не мужчину даже где-то уже не как человек ему ничего не хочется у него все раздражает жизнь замедляется ну и тут человек стоит садиться на газете и и пошло-поехало улыбка сразу появляется до ушей там начинает тусить по клубам знакомиться с новыми людьми не только с девочками но в том плане что жизнь начинает более динамичного человека складываться перед курсом турика слушай но у меня был была целая огромная статья она болит и кто с кем дружит вот загугли и и есть видео есть статья на сайте прочитает там я вплоть до того что пишу не просто какие гормоны нужно сдавать я пишу про дозировки я пишу что на что влияет ну прежде всего тебе нужно будет сдать все половые гормоны там тестостерон свободный тестостерон на пролактин тебе нужно будет сдать на эстрогены конечно тебе нужно будет сдать но это вот такое основное вообще найти эту статью там очень подробно я все расписал для того чтобы ты понял метанцола подлечит суставы и связки до подлечит цены на недвижимость они же уже упали они уже упали причем очень существенно где еще ты ты имеешь ввиду в россии в россии я смотрю цены на недвижимость очень сильно упали вот в москве на многие позиции больше чем в два раза цены попадали купыринов и руль вы за мной следите засранцы да так относительно эрика давыдовича я уже говорил свое мнение я думаю что его проблема в том что он переоценил свои силы эрик давыдович начал крошить батон на слишком серьезных людей он посчитал что он достаточно крутая рыба для этого это было не так то есть но для того чтобы начинать конфликт с кем-то нужно объективно оценивать меньше ли ты силы может для того чтобы победить он переоценил свои возможности за этого наказали на мой взгляд там было все очевидно на каком сайте лучше всего заказывать химло я на сайтах ни разу не заказывал ребят я не знаю обычно проще всего это делается в зале путем общения с местной тусовкой со спортсменами и так далее ну вообще по всем этим штукам я вам советую изучить такую вещь как тор черный интернет там очень много различных интересных сайтов и форумов которые продают очень много интересных и запрещенных вещей поэтому кто хочет тот найдет я не смотрел последнее видео гостю не на но он конечно забавный парень но знаете вот те фотки которые я видел в инстаграме у меня возникла такая мысль что вот что-то что-то принимает что-то такое что-то такое ускоряющее про карабах сушки нукам конфликты между армянами азербайджанцами они всегда были они очень древние чего во времена создания советского союза там шла гражданская война во время распада советского союза там снова началась гражданская война нагорный карабах место специфической там в основном находится армянское население а территориально он вроде как азербайджанский и поэтому там вечно такое мясо очень удобное место для того чтобы создавать проблему по периметру российской федерации energy диет говно ну конечно говно что тут что-то думает продукт плохой плохой почему потому что то что там он дает этот продукт это может быть именно скажу что это вообще говно в том плане что это вредно или есть нельзя нет energy diet можно использовать но просто та цена по которой это продается говорит о том что продукт говно понимаете это все равно что я там возьму сахара намешаю в банке и буду продавать как дорогой гейнер то есть вроде бы это не вредно да это сахара но цена не та то есть с точки зрения цена и качество продукт плохой energy diet дальнюю что значит нет energy diet это просто один из продуктов на рынке который я считаю не конкурентоспособны и так как про качество продукта относительно цены хромает то приходится его продвигать очень такими агрессивными методами продвижения такие как сетевой маркетинг стоит ли валить из россии сша пока я молодой развиваться там я не уверен насчет сша вообще сейчас то есть там качество жизни ухудшается там все больше бедных ну вообще у меня вот масса друзей у меня товарищ есть макс в чикаго он вот сейчас минск переезжает хотя он прожил штатах больше сколько 10 или 15 лет у него там свой бизнес был нет он говорит он хорошо там себя чувствовал в общем-то у него своя фирма была вот он сейчас собирается возвращаться тот человек который там пожил нет там плохо трибулис лучше трибулис сколько у меня рука не знаю субъективно ощущаю где-то на 45 глюкозамин и хондроитин мое мнение что нет лучше всего притрану при травмах помогает фарма прежде всего тестостерон нандролоны хорошо помогают ну именно такого что реально быстро работает залечивает ну и при травмах часто я советую контрастный душ то есть то место которое у тебя повреждено там связки допустим потянуты направляешь что горячий устроит у холодную то горячий то холодно это ускоряет кровообращение кровообращение способствует доставке различных питательных веществ соответственно в том регионе у тебя заживление идет быстрее арат от калия лучше куда бы посоветовал переехать знаете ну хорошо там там где нас нет переезжать нужно туда где перспективы я считаю что в россии перспективы очень хорошие перископ перископ я пока выхожу три раза в неделю я стараюсь выходить в понедельник среду пятницу понедельник среднюю пятницу наверно в пятницу снова выйду хотя в пятницу мы уже будем в минске на соревнования поедем по бодибилдингу нет я не общался с парнями из бизнес молодости какие дозы на тата лечат любые дозы на тата будут лечить ну как ну 100 в неделю 200 в неделю миллиграммы на тату же будет хорошо позитивно влиять на твои связки сустава будет лечить она дрен до 4 эфира тестостерона работает очень замечательно если там настоящие четыре эфира ну если ты считаешь что штатах не воруют в штатах лучше перспективнее для тебя мы уезжаем штаты это твой выбор пептиды я не смотрел видео юрия спасок у коцкого по поводу меня но мне юра нравится он классный чувак знаете когда плохое настроение так включаешь юра думаешь красавчик я бы так не смог москвень не знаю мы только переехали только обосновались пока нравится да тест он не увеличивается он возвращается в норму после того как ты слазишь с курса и организм улавливает там же идет взаимодействие гипофиз гипоталамус и яички гипофиз улавливает низкую концентрацию тестостерона она у тебя низкая потому что ты с курса слез гормона уже нет а свой собственно естественно не вырабатывался потому что было много искусственного гипоталамус улавливает низкая концентрация низкую концентрацию тестостерона отдает приказ гипофизу путем выработки гонотропина фолликулостимулирующих лютинизирующих и они воздействуют на 2 яички заставляют вырабатываться сперматозоиды и тестостерон но этот процесс он может быть очень быстрым а может быть очень долгим тут все зависит от курсов от препаратов и очень сильно зависит от уровня эстрогена в твоем организме после курса поэтому чаще всего крайне эффективно работает на пк т препараты которые блокируют эстрогены ну я чаще всего людям советую использовать литрозол как вещество очень сильно понижающие эстрогены в организме тем самым способствующему быстрому нормализации быстрой нормализации уровня тестостерона гормон роста страшно если рак диабет ну ну как бы да страшно но понять жить тоже страшно раком можно заболеть и без гормона роста абсолютно то есть диабет на самом деле не так страшно потому что это можно контролировать и понятно как контролировать для в том что гормон роста он требует для своего баланса соответствующего уровня инсулина соответственно если вы колите искусственный гормон роста то ваш организм вынужден вырабатывать гораздо больше инсулина чем то количество на которое он рассчитан и в такой ситуации если курс гормонного роста большой либо длится очень долго либо и то и другое вместе сразу такой ситуации вы можете перенапрячь свою поджелудочную железу у вас разовьется сахарный диабет то есть вы поломаете свою железу вы будете очень долго ее насиловать да она будет вынуждена работать больше расчетной мощности и в конце концов она и крякнулась вот вот такая фигня может быть но с этим легко бороться как с этим бороться используя искусственный инсулин то есть если помогать своей собственной поджелудочной железе и валить искусственный инсулин то соответственно вы облегчаете ее работу и тем самым диабета у вас не будет то есть плане диабета на мой взгляд это не так страшно потому что это можно контролировать отправить в плане рака никто толком не знает единой концепции нет есть миллион различных теорий ну это серьезное заболевание от которого люди в очень большом проценте умирают поэтому да ну не пожалеют о переезде так не хотя честно говоря мне чтобы обсуждать юру ну надо знать хотя почему там говорю юран интересный товарищу не нравится правда то есть он он добрый вот вот тут у него есть добрость такая у него есть крайне такая серьезная политкорректность вежливость вот вот реально мало у кого это есть так как я с ним общался много раз удаленно вот я вижу по речи что он крайне такой вежливый и добрый человек политкорректный я такое в людях ценю тёща смотрит мои видосы ну так это же замечательно это же замечательно дэнчик же плохого не посоветую даже тёщи виталик спасибо что поделился трансляцией с дочей мы видим все очень редко обычно то если какие-то проект у него в питере если он приглашает постоянно не общаемся пептиды я особо сейчас тот опыт который использование пептидов был у меня он был не очень удачный поэтому я остерегаю сделать какие-то на данный момент заявление по поводу пептидов возможно я неправильно из них использовал возможно я не те из них использовал возможно это была подделка как бы там ни было я пептидов очень хорошего эффекта в плане набора мощной массы не получил к сожалению наверно использовал пептиды дочи не знаю не знаю да сюжеты про натуральный тренинг я планирую спасибо ребят что делитесь бизнес молодость ну бизнес молодость а в чем вопрос мыслишь мыслями в мытищах что думаю работе жизни в германии я не работал и не жил в германии но в целом мы я бы не хотел жить и работать германии мне не нравится очень много моментов социальных и политических которые происходят государствах европы в частности в германии ну не нравится мне там легализация всех этих браков непонятных легализация в тонн азии легализация в некоторых землях германии публичных домов для зоофилов то есть я как бы человек выросший в другой совершенно культуре и не как бы не совсем диском не совсем комфортно понимать что рядом такое происходит то есть мне проще знаете у нас вот пусть я знаю что тут у нас есть гопота у нас есть хитер у нас есть куча всяких дебилов и говна но это знаете такое вот мое говно мне вот поэтому проще с нашими к нандролонам я очень давно не использую нандролоны очень давно все последний раз нандролон использовал может быть в каком-нибудь 2002-2003 но вырос от него очень хорошо дека дико не было саша шпак непонятный непонятный мне человек начал от противоречия то есть крайне интересный адекватных в разговоре до в общении то что я видел по видео и крайне неадекватного всем остальном то есть можно конечно оценивать можно не оценивать у него будут свои доводы у тех людей которым не хочется быть с ним рядом у него могут быть свои доводы но просто тут уже возникает такая ситуация что кто кому нравится то есть если мне кто-то не нравится я от него дистанцируюсь и я не лезу там в их песочницу да там если чуваки вам со мной неприятно ну хер с вами там я не буду вам портить экологию получается такая ситуация как бы скользкая ну я думаю те кто понимают те сообразили что я имею ввиду что любишь пить люблю пить черный чай тренболон препарат хороший но препарат уже в профессиональном дивизионе профессиональном дивизионе его нужно обязательно использовать с тестом а не сам по себе ну и готовится к тому что будет очень много вот это вот что такое трен кашель не самый приятный препарат по ощущениям особенно сразу после уколов но препарат мега-мега-мега в плане он же не ароматизируется еще к тому же в плане приростов силы и мышечной массы очень эффективный препарат но я считаю что препараты такого класса нужно использовать там не раньше чем через пять лет серьезных тренировок фарма более простой и так далее туинобол и тестовер то не не переборщил это частая схема для курса так что ничего страшного три трен соло я считаю это плохой курс вообще отвратительный курс для первого живот на массе делать кардио сколько живот чтобы не было живота нужно меньше жрать вот все это будет проще чем делать очень много карте во время кардио ты сожжешь там 300 коллоид 400 немного в общем там выпьешь два стакана кефира и получишь то же самое количество поэтому для того чтобы похудеть и избавиться от живота надо ограничивать калорийность они так не растяжки а все равно потому что профи которые используют фармакологию они знают гораздо больше чем новички которые начинают ее использовать профессионал он использует огромный перечень различных препаратов для того чтобы минимизировать побочные эффекты от использования наоболических стероидов но вплоть до того что там они могут использовать там таблетки для того чтобы там кровь был не было такой густой препараты для защиты печени могут использовать для нормализации обменов но там очень большой список препаратов которые направлены на то что принципе не было у вас вот серьезных побочек особенно это характерно нас в западном бодибилдинге там ребята еще и регулярно сдают анализы у них есть свои консультанты доктора которым говорят что там и как причинешь там элементарно дать у чувака могут быть полезть прыщи просто потому что у него проблемы с печенью у него и так вон там бухал допустим раньше тут еще начал хочется и жрать сметан горстями там она полу то смотрит у него спина вся в прыщах а почему не спина в прыщах а потому что печень херово у него работает а он этого даже не знаю потому что никаких анализов он не делал никакие препараты для того чтобы минимизировать негативные воздействия он не использовал всякие гептрала и так далее препаратов много опять-таки был целый материал вот в серии тех выпусков где я про анаболики делал да там анаболики кто с кем дружит анаболикум-1 анаболикум-2 анаболикум-3 да то есть там в том числе про печень я даю очень много конкретной полезной информации найдите почитать дисборисов ну это там ребята придумали не мое название дэнчик постарел знаете то кто-то кричит что дэнчик постарел то кто-то кричит что дэнчик помолодел вот я совсем недавно прочел такую фигню кто-то меня увидел в инстаграме или перископе берет пола дэнчик молодой на вечном курсе собака сидит вот видите не стареет красавчик ну то есть с одной стороны вроде бы как найти так подкололи в том плане что это типа мол не твое достижение а потому что ты там фармакологию себе колешь другой стороны типа красавчик я ничего не колю очень давно уже я полностью натурал и более того очень много месяцев я практически даже не тренировался я только сейчас вот скоро будет месяц как я начал регулярно тренироваться регулярно ходить тренажерный зал постарел не постарел мне кажется не очень силовые да какие там силовые ну я на силовые в общем-то раньше никогда и не запрыгивал сейчас хожу зал много работаю на блоках восстанавливаюсь жму лежа там в районе 80 100 килограмм но я себя не на силу совершенно я делаю медленно на 10 повторений на 8 повторений сокращают дополнительно но то есть я стараюсь не носилась в организм некотором смысле я сейчас занимаюсь таким о фпп физкультуры но мне нравятся ощущения сколько отдых между курсами традиционно обычно было как у нас в старой школе там два месяца курс два месяца два месяца курс два месяца но это для таких фанатичных ребят а были ребята которые там садились на курс на три месяца и делали такой курс перед весенними соревнованиями и перед осенними соревнованиями то есть два раза в год но самые отмороженные делали там курс там на полгода потом полгода ничего не использовали алкоголя на курсе опасен тем что это дополнительно нагрузка на твой печень печень фильтрует все в том числе и те стероиды которые ты используешь в том числе печень фильтрует тот алкоголь который ты выпиваешь поэтому это получается двойная нагрузка на черном море живешь сочи 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 там ниш очень много ниже ниши связанные с туризмом продавать какие-нибудь вещи которые могут быть нужны туристам может быть недвижимостью что-то связано понимаешь человек который находится на месте ему проще понятно для него очевидно что востребовано на рынке вокруг него что можно монетизировать вот поэтому тебе нужно просто раскрыть глаза и искать такую нишу пробовать себя в различных вещах не думать очень много вот именно в родилась идея взял ее попробовал когда лучше тренироваться днем или вечером организм привыкает и настраивается главное чтобы ты тренировался регулярно на то есть будет плохо если ты тренируешься день утром другой день вечером то есть вот начал тренироваться допустим утром всегда тренируешься утром вечером всегда вечером но вообще строго говоря к вечеру тело более разогрето и подготовлено тяжелой работе чем утром утром она еще такое не совсем проснувшаяся иммунитет как подстегнуть ну не те попробуй пропить глютамин есть такое мнение что глютамин очень сильно повышает иммунитет очень много эта информация была представлена различных журналах не знаю так это или нет но вот что действительно очень серьезно увеличивает иммунитет это большие дозировки витамина c допустим по полграмма по грамму в день вот это действительно очень офигенно работы мистрол плюс балдинон ну да можно так можно хочу ребенка но я постоянно на курсе ну для начала надо сдать анализы тебе то есть сдая анализы посмотри свой гормональный профиль дело в том что даже на курсе очень часто с гормонами все в порядке со своими собственными половыми почему больше человек допустим может использовать гонотропин для того чтобы искусственно стимулировать собственную выработку тестостерона и сперматогенез вот после этого сдай спермограмму есть такая веселая процедура заходишь там в такой кабинетик там идет кино с немцами но не про войну дают тебе такую баночку вот ну и сдашь там тебе расскажут по анализам то есть для того чтобы что-либо анализировать нужна изначальная информация что анализировать пока просто я хочу ребенка но я на постоянном курсе но окей но это не информация зависимости от информации которую ты получишь ты можешь делать правильное решение то есть там убирать курс не убирать возможно там имеет смысл там пропить литрозол чтобы блокировать эстрогены до что поднять уровень тестостерона то есть тебе нужны изначальные данные чтобы оценивать ситуацию пока их нет давление тоже предвид привет да они готовят очень вкусно и что самое главное она готовит очень очень полезно диетично то есть я сейчас питаюсь как никогда правильно у нас все продукты абсолютно диетичные углеводов практически нет в рационе очень много белка очень много овощей фруктов все замечательно в харьков 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 холодная гора бавария салтовка родные места не знаю ребят когда харьков попаду очень хочу попасть и в харьков и в одессу и в донецк хочу везде много друзей осталось ну пока вот как-то не получается дэн меня дуры уже достали говорят что у качков писька не стоит откуда у них такая уверенность но может быть у них были кочки у которых не стояло приезжая на сессу забухаем крым не слишком откровенные фото в контакте да я такой это моя проблема я слишком откровенен мне об этом многие говорят не магия как дырчу набрать массу слушать что говорит дэнчик дэнчик херни не скажет да бородачам тоже привет газета для любителей ну скажу я уже говорил ответ на этот вопрос сегодня то есть это нужно оценивать по гормональную профилю то есть если ты видишь что у тебя там после 40 уровень тестостерона ниже нормы то тогда газета допустимо я пока не езжу по семинарам очень много приходится на них тратить времени вот хотя думаю в москве что-нибудь что-нибудь скоро я проведу нет домашних животных нет балдину пропианат на залу да хорошо хороший курс кто будет президентом сша вопрос крайне пуканистый зависимости от того кто будет президентом в сша точно для это будет очень сильно влиять на то что будет у нас происходить осенью то есть может очень все быстро улучшится и кризис будет заканчиваться а может все только очень сильно ухудшится ну скажем так если хиллари становится президентом то будут ухудшения значительно стоит ли принять аэс во время сезонной аллергии я думаю не стоит маму меня любит привет маме лексус меня не звал не зовут меня хорошие бренды не лексус не мерседес и бмв только запорожцы мазда всегда со мной как там я заводил котов у меня были коты в минске в москве когда же первый раз сейчас я к этому не готов я их сожрал такие были вредные я в борщ не сожрал девушка поживает хорошо чтобы стать успешным продажником нужно пробовать развиваться тестировать различные навыки что-то делать учебу бизнес и тренировки нужно составить график систематизировать свое время так что все успевал я не знаю сколько стоит кольцо но это кольцо купили перед свадьбой и свадьба у нас была спонтанная мы кольцо купили вечером а утром мы расписались и мне очень прикололо это потому что не было огромной толпы гостей не было никакой показухи все получилось естественно для нас они для кого-то в качестве выпендрежем деньги я беру от продажи рекламы и продажи обучающих материалов по фитнесу и по скажем так self development по саморазвитию любовь не купить можно купить секс но не любовь можно купить положение но не уважение можно купить книгу но незнание ну короче чувак любовь это эмоции это инстинкт купить ее сложно ее можно только заслужить определенными действиями а купить нет силу она сказал что кардио не укрепляет сердце но я не знаю ну тогда у меня очень он у меня тогда запутал потому что я читал целую статью сердце как машина по моему называлась в котором наоборот говорил о том что кардио в низком темпе низко интенсивная увеличивает объем сердца тем самым улучшает его работу по поводу дочь и я вообще не знаю что там за ситуация кто-то беременны кто-то не беременны я честно говоря не слежу не слежу если выиграет трамп то то америка которая существует сейчас перестанет существовать сша перестанут быть глобальным полицейским во всем мире соответственно возникнет несколько центров силы по всему миру в том числе вокруг восточной в восточной европы это будет центр силы москвы россии любовь за 40 гривен где братья фендрин попробую брать его наркоманов они его используют для того чтобы варить винт я не видел видео гусева силуянов я знаю что она есть но я его не смотрел ближайшая цель у меня это запуск конференции формате fit for life вместо персонального блога конференция форум и уже практически завершена скоро будем перекидывать я думаю в течение недели fit for life полностью поменяется вот также еще на 28 число апреля на 28 апреля я буду вильнюсе буду в американском посольстве получать пробовать получать американскую визу уж не знаю дадут или не дадут вот если дадут то я планирую в начале июня с друзьями мы хотим не слетать в штаты на две недели проехаться по восточному побережью с севера ну там от великих озер от нью-йорка чикаго и туда вниз к флориде посмотреть как живут американцы мне всегда было более интересно восточное побережье чем западная потому что именно с восточного побережья начиналось освоение америке результаты выборов сша будут известны осенью осенью будет выбора в америке и осенью вот эта такая точка перелома которая нам покажет ну я так думаю которая покажет что будет дальше то есть будет жопа и конфликты и борьба это хилай либо будет такое реобновление усиления это трамп ну для россии прогноз на доллар будет полностью зависеть от выборов сша осенью виджеты справа которые сейчас висят на fit for life они точно такие же останутся абсолютно ничего не поменяется в плане банеров добавится форум добавится блок добавится вывод интересных статей с графикой на первой странице причем эти статьи будут не только мои а тех людей которые пишут уже достаточно давно ай у них не было возможности попадать сейчас у них будет такая возможность попадать в публикации дневник вещь хорошая в любом состоянии на курсе без курса дневник это контроль другое дело что когда ты на курсе у тебя резкий скачок в результативности а после курса резкий обвал и у тебя нету постоянства в дневнике но ты можешь анализировать по вот этим скачкам относительно скачков раньше то есть вот у тебя раньше был курс ты видел динамику сейчас ты ее зафиксировал ты сейчас у тебя новый курс ты относительно того тоже видишь динамику то есть информация это всегда классно потому что на основании и ты можешь решать что работает лучше что хуже даже на курсе десторон вещь неплохая но на мой взгляд переоцененная дека плюс уст до любом случае деку мне не нравится что тут нет орального стероида я добавил еще и метан сюда но дека плюс уст с уст обязательно должен быть причем его он должно быть в этом курсе который ты говоришь два раза больше чем деки если не будет то тогда может быть дека дик можно поймать вялого смысл перестанет существовать как бороться со сном после еды чем-то заняться я не понимаю в чем проблема то есть ты если ляжешь то заснешь если будешь чем-то заниматься осмысленным то не заснешь да я работал персональным тренером но последний раз это было достаточно давно последний человек которого тренировал мне заплатил за тренировку 350 долларов на данный момент я персонально никого не тренирую миссия в москве остаться в живых людям там будет хуже жить сша если если хиллари придет к власти то думаю да будет ситуация ухудшаться для обычных людей в штатах если дональд трамп придет к власти то есть возможность на определенную ремиссию трамп выступать за национальную политику а хиллари выступает за транснациональную политику где сша типа вот вот как сейчас главный диктатор на всей планете а трамп говорит типа хиллари йоксель так дальше продолжаться не может типа нам уже хватит тут везде разборки устраивать у нас тут все скоро очень плохо будет ну то есть он за национальную политику за производство за промышленность и так далее тяжелой атлетике отношусь очень большим уважением нравится вид спорта нифига не поменяется выборы ну понимаешь есть различные картины мира ты сейчас озвучиваешь картину мира старикова да а есть другие картины мира прав он или не прав я не знаю но я допускаю что он не прав я допускаю что ты может можешь быть прав а когда человек сконцентрирован на какой-то одной точке зрения это очень сильно его ограничивает есть разные точки зрения к старикову мне нравится как он излагает мысли мне нравится структурирование информации с его стороны нравится но есть и другие точки зрения я слушаю разные точки зрения мастерон это профессиональный профессиональный препарат это такой дивизион который можно использовать там через пять лет обычных препаратов обычного тестостерона деки там метана и так далее мастерон не советую как начали запианат балдинон туринобол ну да да не это сработает хорош неплохой курс шишка в груди где шишка какая шишка то есть уплотнение она под соском или это жир накопился или это железа у тебя увеличилась после того как слез курса она на курсе или ты слез курса в общем если ты слез курса и она у тебя не проходит и до сих пор тебя беспокоит то тебе нужно идти к хирургу и тебе ее вырежут эта операция очень простая гинекомастии вырезают без всяких проблем как увеличить собственный тест собственный тест у тебя будет находиться в тех нормах которые заданы генетически очень значительно сверх этого ты тест увеличить не сможете могу сказать что лучший инструмент для увеличения естественной выработки тестостерона это тренировки в тренажерном зале то есть анаэробная активность где ты используешь свои мышцы в диапазоне повторений там от 6 там до 15 это лучше всего способствует выработке анаболических гормонов в частности тестостерона это лучшее средство дэн уезжаю в москву работать или поступать я технарь ну неплохой вариант потому что в москве однозначно больше возможностей потому что все деньги находятся в москве так что в этом есть смысл если все хрустит конечно это плохо конечно это плохо тренировать сердце я считаю нужно кардионагрузкой пожалуйста питер мне нравится больше чем москва для жизни москва мне больше нравится для работы более такая москва это как офис а питер как дом хотя больше всего как дом конечно мне нравится киев более спокойный такой более знаете такой движниковый в плане такого позитивного движения то есть какие-то тусовки гулянки клубы погода теплая в этом плане киев мне конечно больше нравится москва это так бизнес офисы херачить нет они в москве не работает я говорил уже про литрозол литрозол это препарат который очень крайне эффективно понижают уровень эстрогенов а это именно то что нужно для нормализации выработки лютинизирующего гормона и в перспективе тестостерона то есть как правило у людей после серьезных курсов у них большие проблемы с восстановлением тестостерона то есть этот процесс растянут по времени но это не потому что нет сигналов на производство тестостерона а потому что а с первоосновная очередная причина лежит высоком уровне эстрогена то есть стоит понизить уровень эстрогена автоматически это сильно увеличивает секрецию тестостерона литрозол на мой взгляд один из наиболее благоприятно подходящих для этого препаратов то есть он позволяет снизить уровень эстрогенов и способствует подъему уровня тестостерона чтобы не хрустела понимаешь это может быть по поводу различных причин ну например причина может быть гипермобильность суставах в таком случае тебе имеет смысл попробовать выполнять упражнение в частичной амплитуде это снимет мобильность и хрустеть будет меньше это вот одна причина могут быть там различные другие причины там связаны с заболеваниями суставов там артрозы различные так далее надо анализировать ходить специалистам чтобы они говорили в чем причина так ладно я смотрю вопросы интересные закончились у нас хорошо ребят спасибо что поговорили со мной было очень приятно поотвечать на ваши вопросы мы вообще весело тут с вами давайте хорошего вам вечера встретимся я надеюсь пятницу счастливо